Меня зовут Александр, мне 23 года и у меня была возможность такая послужить здесь в Мексике на стройке, где мы строим детский дом и также послужить и в церкви, и пребывать здесь в общении с братьями, с нашими братьями Но я не имел такой возможности раньше, потому что я один из тех, которых Бог спас который был в зависимости. Я сейчас, я сейчас служу, то есть я сейчас имею возможность служить здесь, но на данный момент служу в Сан-Антонио, в Техасе в реабилитационном центре, где Господь работает над спасением душ, где Господь работает над теми, которые впали в зависимости. У меня есть возможность, есть такая честь, привилегия там послужить, там быть частью этого служения. Но я был один из всех, который, который проходил эту программу, который в один момент своей жизни был глубоко в грехе, был глубоко в зависимости наркотической. Конечно, это, это есть проблема многих молодых людей. И я от начала, то есть мои родители, я родился в верующей семье, двум миссионерам, которые проходили библейский институт в Румынии и их потом послали в Россию, где они начали, начали там церковь, они там служили. С детства видел я, я с детства видел, как отец мой проповедовал, как он, как он помогал людям, как они молились, как они пели, принимали причастие, вот это все. И я видела такая ихнюю любовь к Богу. Мы мне было только 9 лет. И родителям было трудно, родителям было трудно. Отцу пришлось работать дракистом, мама начала заниматься детьми, для меня не было много времени. И я потихоньку искал где-то, искал где-то кому подражать, из, из людей со школы, людей на, там, других людей вокруг. И, конечно, вот эта вера, она, вера в Бога, она не передается. И лично я не знал Христа. У меня была пустота, вот это, как говорится, в душе бездна размера с Бога, который я пытался, который я никогда не заполняла. Никогда не заполняла. И потихоньку я начинал быть разочарован, разочарован жизнью. Я не имел, я не мог найти смысл жизни. Это меня вводило в депрессию. Это давало мне, как говорится по-английски, anxiety, то есть переживание. А что будет в будущем? Почему, почему все так, как оно есть? Что я буду делать? Зачем мне вообще что-либо делать? И так получилось после трех, трех лет в одном, в отношениях еще быть, когда я был молодым человеком, где-то в 17 лет это, эти отношения оборвались. Эти отношения были фундаментом моего счастья. Это было как бы то, на что я надеялся на будущем, когда это оборвалось, я сорвался. Попал в, я попал в плохой круг, в круг людей, в круг людей, которые тоже были в грехах, в зависимости. И так получилось, не зная, я тоже попал в зависимость уже наркотическую, где я пытался как-то утешить себя, утешить себя. Не знаю, к чему это будет вести, как это испортит мою жизнь. В этой зависимости я был 4 года. В течение этого времени я попал в тюрьму. В течение этого времени мои отношения с родителями, со всей семьей были разрушены. Мое здоровье было разрушено. Я был более и более отчаянным. И много раз пытался сам бросать, много раз пытался сам как-то устраивать свою жизнь, но каждый раз, когда я бросал, я понимал, что у меня нету, я не мог найти смысл жизни, что я не могу это сам сделать, что что-то меня повязывает, что-то меня повязывает, и я не могу из этого выйти. И 4 года в этой зависимости я уже упал в последний раз как бы до самого низа. Я уже не жил дома и общался с наркоманами. Искал уже как-то последнее, последнее что-то, что я могу сделать. И в тот момент мне свидетельствуют вот эти люди, они свидетельствуют мне о миссии Богусмотры, о репцентрах, в которых они побывали, но у них не получилось. Но почему-то у них было на сердце посвидетельствовать мне и сказать, что может быть у тебя получится. Я, конечно, это не воспринимал. Я не хотел этого. Мне на тот момент не хотелось жить вообще. У меня не было никакой надежды. Я даже не надеялся ни на Бога, ни на себя, ни на людей. Я потерял всю надежду, всякое желание жить. Мне было безразлично, если я попаду в тюрьму или умру. Но в тот момент мне просвидетельствовали. Я хотел всем сердцем сказать нет, но почему-то я дал этому шанс. Я попал в этот центр. Попал в этот центр Сакраменто, Калифорния, миссии Богусмотрит. Я пробыл там неделю, думая, что буду там только неделю. Но за эту неделю я увидел там такую любовь. Я увидел там что-то, нечто необычное, что я в жизни никогда не видел. Любовь, настоящую радость в людях, которые жили жизнью 10 раз хуже, чем моя. И увидев это, я был в недопонимании. Как это может быть? Я спросил их, что, что, почему вы такие радостные? Что вас ведет? И они дали мне очень, очень простой ответ. Это был Иисус Христос. Это Иисус Христос. И больше не могли сказать. Больше они мне не могли сказать. И я подумал, я подумал сначала, я это от начала слышал. От начала слышал, да, Иисус Христос, Бог может спасать. Но почему-то никогда не верил, почему-то это никогда не было актуально в моей жизни. И одну ночь я встал на колени в 2 часа ночи, и я вызвал, Господь, Бог, если ты есть, я видел что-то в них, чего я хочу. Они говорят, что только ты можешь это дать. Если ты можешь, если ты есть, дай мне это также. И на следующий день я почувствовал это обновление, я почувствовал вот эту новую жизнь, как это что-то другое. Дух Святой меня коснулся. Писание начало открываться. Я начал желать молиться, я начал быть, я влюбился в Бога, я молился по часу и просто был рад, что я мог поговорить с Богом. И в тот же момент у меня появилось желание служить. Остенило мой разум то, что смысл жизни – это служить Богу и ничего другого. Нет смысла начинать семью, нет смысла получать хорошую работу, нет смысла покупать хороший дом, иметь хорошую машину, если в конце концов это все сгорит. А служа Богу, я знаю, куда я иду и зачем я это все делаю. И я прошел эту программу семь месяцев. Потом имел такую возможность служить там, в рецентре Сакраменто, год. Я продолжал, да, были трудности, были переломные моменты, но меня двигала вот эта цель, то, что я теперь нашел смысл. Я теперь нашел, для чего я живу. Я поступил в библейскую школу «Богу смотрит». Оттуда у меня была возможность приехать в Техас, служить там, в рецентре. Видеть, как Господь поднимает других людей, у которых нет никакой надежды, у которых нет никакой радости, нет смысла жизни. И видеть, как Он работает над ними и быть частью этого. И также от времени к времени у меня есть возможность приезжать сюда, в Мексику, послужить здесь и в церкви, и в детском доме, в стройке, во всем этом. Господь изменил мою жизнь. Господь дал мне счастье. Господь дал мне покой на сердце. То, что я никогда не мог иметь, никто мне не мог дать, и я никак не мог этого добиться. То, чего я искал в отношениях, в гулянках, в друзьях, в работе, в учебе, не мог найти этого счастья. Но в Господе я его нашел. И в Господе любой может его найти. Прославится Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok